Режим самоизоляции для пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями и беременных продлен до 28 февраля. Об этом на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщила Наталья Комарова. Срок действия предыдущего пакета ограничений истекал в конце января. При этом в случае прохождения иммунизации для югорчан из указанных групп риска установленные запреты могут смягчить или снять полностью. Разработку соответствующей дорожной карты глава региона поручила своему заместителю Всеволоду Кольцову. О других решениях оперштаба Мария Ливанян. Возможность привиться должна быть у всех. Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала, что в округ с начала пандемии поступило уже 27 тысяч доз вакцины от COVID-19. До конца января прибудут еще 40 тысяч и почти в два раза больше в феврале. Глава автономии нацелила департамент здравоохранения сделать все, чтобы препарат был доставлен во все поселения, где есть желающие пройти иммунизацию. Поручаю департаменту здравоохранения автономного округа разработать чек-лист доставки вакцины в труднодоступные, отдаленные местности автономного округа, с тем, чтобы до периода распудиться для всех желающих сделать прививку, такая возможность была обеспечена. Главный врач Алексей Добровольский заявил, что поступившая накануне партия вакцины, она пока хранится на региональном аптечном складе в Суркутском районе, до конца недели поступит в больницы и медпункты, в том числе труднодоступные. В отдаленных поселениях и во всех социальных центрах, предполагающих постоянный присмотр и уход, помогать медикам с прививочной кампанией будут соцработники. При поступлении вакцины будем в рабочем порядке вакцинировать всех граждан, особенно пожилых и инвалидов, группы риска, совместно с специалистами медицинских организаций. К вакцинации активно приступили работодатели. На данный момент в Югре в колл-центр больниц поступило около 19 тысяч заявок от организаций. Для работы с трудовыми коллективами выезжают мобильные бригады. На сегодняшний день в колл-центры поликлиник и в письменном виде в формате звонков более 19 тысяч заявок на вакцинацию поступило. Поэтому с учетом тех приоритетов, которые определены, это педагоги, медицинские работники, ну вот первый, второй, третий приоритеты, вот с учетом именно этих приоритетов, определенных федеральными документами Роспотребнадзора, мы планируем работу этих мобильных бригад. Не обошлось заседания оперштаба и без внимания к нарушениям противоэпидемических правил. Наталья Комарова рассказала, что ей поступают сообщения о детских развлекательных центрах в Сургуте и Нижневартовске, которые работают, несмотря на действующий запрет. Детские игровые комнаты, на деятельность которых в настоящее время установлены ограничения, запрещена по сути своей, нарушают установленные ограничения, оказывают развлекательные услуги, изменив при этом в правоостанавливающих документах направление деятельности на спортивное. Это от лукавого. Выполнить требования, которые сопровождают условия для оказания этих услуг, еще тяжелее, чем вам кажется. Губернатор поручила организовать наблюдение за такими организациями. До 15 февраля силовики и представители администрации муниципалитетов должны определиться, кто из указанных учреждений действительно изменил форму работы, а кто, сделав это лишь формально, нарушает закон. Мария Ливанян, Сургут, Интерновости.